Всем привет! Небольшой лайфхак, как на примере дубовой доски понять, что не так, что на старовах. Если у вас нет специального прибора, то, в общем-то, из какого-либо опыта, наверное, вы не поймёте. Но всё же что-то может вас насторожить, если вдруг вы купили доску, вам сказали, что она сухая, вы начали с ней работать, работаете, и при распиле, что вас первое может насторожить? Это специфический запах, то есть, когда пилишь дуб сухой, не то, что пилишь, там, строгаешь, допустим, на рестнице. Что хочется сделать, это чихнуть, потому что куча пыли, мелкой. Наверное, я привык, какой-то специфический запах дуба не слышу, но, ну, вот, самого нормального дуба. Но, когда вам попадает вторая или второватая доска, появляется такой интересный запах, он напоминает, вот, если вы когда-нибудь доводилось вам слышать запах валежника, вот, что-то похожее, такое, некой сырости и валежника, вот, какой-то необычный, то есть, вот, вы работали с дубом, у вас там есть возможность где-то понять, как он пахнет, и вот, если что-то, какой-то такой... Второй, запах валежника, вот, доведется лучше по ним, чтобы знать. Хорошо, какой-то специфический запах. Вы взяли, допустим, у вас есть такая возможность, взвесили примерно одинаковые, одинакового рисунка, одинаковые великолепные доски, она тяжелее, что-то ненормально. И тогда, третий признак, это цвет радиальных волокон. Что такое радиальные волокна? Волокна, идущие от сердцевины, пронизывающие всю плоскость, массива до коры. На дубе они выглядят как риски, такие довольно длинные, тоненькие, около, не знаю, третьей миллиметра, наверное. На стухом дубе они вот такого цвета, я попробую вам показать. Вот эти вот рисочки, такие серовато-какие-то, темненькие, ну, вот они называются радиальные волокна. Если же, вдруг, радиальные волокна, вот здесь, где мой палец, очень темные, почти черные, то, скорее всего, в этом месте, ну, либо эта вся доска недосушена, либо как-то так плохо просушилась, ну, допустим, вы распустили пополам, и в сердцевинке она плохо просушилась. Вот это признак того, что доска влажная. Ну, и такой второй совет, как понять, в какую сторону строгать дуб, будь то рейснус, фуган или ручной рубанок. Опять же, мы ориентируемся на радиальные волокна. Их хорошо видно. И если здесь мы видим, что волокна направлены вот таким движением, значит, строгать надо вот сюда. Если же мы будем строгать в эту сторону, то, скорее всего, будем делать задиры. А эти же радиальные волокна, когда вот они по кромке идут вдоль кромки, то на пласте они будут вот такие вот, как белёсые такие полосы. Фокусируется камера, не вижу. Вот, вот, вот. Часто в этих местах бывают полости, которые, если постучать по ним ногтикам, вот так легонечко, слышно такое небольшое суршание. Это значит, что где-то пошла микротрещинка вдоль радиального волокна. На дубе это самое распространённое. Самый распространённый изъян. Вот. Вот. Поэтому люди, которые работают с бочками, бочкари, они стараются делать плашки-бочки, я не помню, не знаю, что это название, я сейчас не помню, не помню, шинки вот таких, которые собираются в бочках, они стараются сделать так, чтобы радиальное волокно пересекало вот эту плоскость шинки, с одной кромки до другой, чтобы не было выхода, ну, то есть, допустим, отсюда, сюда не выходило, потому что часто образуются трещины, через них могут вытекать две тысячи. Ну, вот такое небольшое видео о радиальных волокнах и овлажности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok